Привет, с вами канал Фактория, и сегодня мы смотрим фотографии, которые вы мне прислали. Кажется, Анастасия прислала фотографию уникального случая, когда фото на упаковке действительно похоже на фото самого мороженого. Наш подписчик Максим явно является настоящим перфекционистом, но раз не может спокойно смотреть на коробку с Машей и Медведем, лежащую в отсеке с другими мультфильмами. Вот это действительно рай перфекциониста. К тому же, созданный самой природой. Хорошо, что Василий сумел поймать такой момент, и еще лучше, что он поделился этой фотографией. Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш телеграм-канал. Там мы иногда проводим конкурсы и розыгрыши. Ссылка в описании, переходите прямо сейчас. Вот почему всем не везет так, как Марку. Всем достаются обычные куриные яйца, а ему с двойным желтком. Сергей, признавайся, это что за магия? Без сверхъестественных сил так открыть десерт невозможно! Сразу видно, что у Эрнура в городе работают очень старательные, но не очень умные строители. Пандус они, конечно, сделали, а вот куда он должен везти, подумать, забыли. Ближайшие коллеги тех же строителей работают в городе Льва. Только они могли додуматься запрятать ливневую трубу. Когда в блокноте попадаются две обложки, это считается везением? Наверное, считается, хоть и пользы от них немного. А вот Елизавете по-настоящему повезло. Что может быть лучше, чем когда к мороженому добавляют небольшой бонус? А вот одному из подписчиков удалось встретить в магазине редкий товар. Мягкую, пушистую, мурчащую накладку на стул. Увы, цена неизвестна. Правда, у другого нашего подписчика, Михаила, такая пушистая накладка уже оккупировала комнату и смотрит телевизор в свое удовольствие. Так что подумайте хорошенько, прежде чем брать в дом кота. Надеюсь, Николай израсходовал не всю свою удачу на эту яичницу. Срочно, срочно покупать лотерейный билет. Тебе определенно везет. Подписчик Степан, как настоящий перфекционист, не может без слез смотреть на эту фотографию. Чтобы не страдать в одиночестве, он решил показать ее всем. Ничего себе! Это не хлеб, это какая-то манна небесная за такую-то цену. Если бы у нашего подписчика-дилера не было фантазии, он никогда бы не смог выглянуть в окно и увидеть вместо дерева человека. Николай сумел увидеть в разлитом молоке прекрасное. Это же прекрасно, когда в банальных вещах можно увидеть красоту. Чем же так провинились бедные куклы, найденные Таисией, что их так скрючили перед продажей? Соль все пробовали. А вот доводилось ли вам попробовать вкусную соль? Мне вот не доводилось. Георгий, срочно ждем от тебя адреса, где можно купить этот деликатес. Ивану попался апельсин, решивший не зреть полностью, а ставить на себе светлую полосу. Эдакий апельсин-оригинал. Мне кажется, комод Тимура чем-то недоволен. А в него точно грязные носки не засунули, а? Вроде обычный уличный фонарь, а чуток снежком припорошила, и все, настоящая страшилка для незваных гостей, да и для пугливых хозяев тоже. Аня повстречалась совершенно обычная, можно сказать, типичная красная акула. По крайней мере, по мнению создателей игрушек, акулы именно такого цвета. Александр явно всегда думал, что у него в доме живет обычный кот, а то случайно выяснилось, что его кот вампир. Ну, по крайней мере, внешность соответствует. Нашей подписчице Ольге удалось встретить наглядную иллюстрацию к утверждению, что сдаваться нельзя никогда. Даже если выживать, тебе приходится в самых суровых условиях. Вот везет же некоторым людям. Мало того, что чипсы едят, так им эти чипсы еще и улыбаются. Все-таки шкафы стоит закрывать поплотнее, а то с просонья увидишь, что из шкафа на тебя кто-то выглядывает. Потом всю жизнь придется лечить неврозы. А вот Ирине, наоборот, не слишком-то везет. Обидно, когда от начинки внутри булочки одно название. Зато Ренате попался крендель поистине эпического размера. Что вообще мешает склеить все крендельки в упаковке в один гигантский крендель? Сидеть со своим заказом из KFC возле Бургер Кинга – это действительно преступление века. Наш подписчик Сергей полностью прав. Вы когда-нибудь видели настолько же грустный диван? Впрочем, загрустишь, пожалуй, когда все на тебя только садятся, и никто с тобой не общается. Хороших людей даже зима любит. Вот нашему подписчику Семену она даже сердечки рисует. Виктории попалась в магазине очень странная морковь. Вот вроде обычный овощ, а вроде и как живой. Илья задается справедливым вопросом. Для чего нужно это пространство над лестницей, куда можно попасть, только предварительно сдав нормативы по прыжкам в длину? Но этот вопрос следует адресовать строителям этого чудного дома. Подписчик, приславший нам эту фотографию, утверждает, что регулятор похож на собачку. Что ж, поздравляем, Сергей! С фантазией у тебя все отлично! Вот скажите, только честно, вы любите устраивать уборку в доме? Думаю, таких не слишком много. А вот пылесос просто в восторге от этого занятия. А вы знали, что в состав вооруженных сил уже приняли звезду смерти? Вот и никто не знал, пока подписчик фото подтверждения не прислал. Вам доводилось выковыривать пластиковые циферки из сыра? Вот наш подписчик Артем всем решил показать, что ему удалось найти в куске сыра для завтраков. Вот смотришь и радуешься, какие чудесные семьи у наших подписчиков. В одной семье даже придумали свою традицию фотографироваться каждый год в день свадьбы и уже создали свою маленькую летопись. Это только кажется, что кошечки на фотографии всегда получаются милыми. Вот Артем попробовал сфотографировать своего кота, а он в этот момент решил зевнуть. В итоге фото получилось слегка угрожающим. Виктории довелось встретиться с Лунтиком, который явно смотрит на мир под совершенно необычным углом. Стена в доме Сергея явно замыслила что-то недоброе. Но не просто же так она презрительно щурится. Мне кажется, пора задуматься о смене места проживания. Похоже, что Ивану достались весы перфекциониста. Или их специально под размер плитки пола подбирали. Анастасии повезло найти камень с отпечатком древней окаменелости. Ну, такой находкой действительно не грех похвастаться. Тут только поздравить остается. Вот так просыпаешься утром, а за окном чей-то, простите, зад. Не знаю, что там происходило в доме у нашего подписчика Дениса, но живется им явно не скучно. Сергей в очередной раз подтверждает, что Волгоград действительно удивительный город. Он умудряется начаться и закончиться в одном и том же месте. Ну, кто еще может таким похвастаться? Если детали от конструктора корчат тебе такие рожи, лучше на время отвлечься от сборки. Вдруг детальки обрели разум. Вот везет Тимуру! Ему достался десерт перфекциониста. Мало того, что вкусный, так еще и идеально ровный. Кажется, за Рике досталась самая веселая подушка в городе. Приятно, наверное, спать в такой компании. Вот так гуляешь по парку с семьей и внезапно натыкаешься на дерево монстра. По крайней мере, именно так его назвали наши подписчики. И они совершенно правы. Вот до чего же жадные люди живут в городе у Ивана? Действительно, у них даже снега зимой не допросишься. А так хотелось набить себе полные карманы. Если вам часто приходится ездить на трамвае, то лучше не заглядывайтесь на рельсы. А то вот наш подписчик Егор посмотрел и теперь на трамваях ездить боится. Надо признать, не зря боится. Интересно, каково это жить в доме, где на тебя пристально смотрят предметы? Лев, приславший нам эту фотографию, ждем рассказа о твоих впечатлениях. Вот, а говорят, что у нас образование плохое. Чтобы соорудить такую конструкцию, как на фотографии, присланные Артемом, нужно не только отлично знать геометрию, но и физику. Алексей нашел в магазине очень необычные трубочки для напитков. Интересно, к ним прилагалась инструкция по использованию? Потому что сходу понять не получается. Фантазия страшная вещь. Гоша, приславший эту фотографию, считает, что это тень Патрика, машущего ему рукой. Но мне кажется, что это больше похоже на динозавра. А кому-то показалось, что это лось. В общем, ждем ваших вариантов в комментариях. Ну как можно не приютить такого очаровательного пса, который уже давно брудит возле дома одной из наших подписчиц? Такой удивительный цвет глаз вызван гетерохромией, но такого красавчика все равно никто не берет домой. Непорядок! Наглядный пример того, что наши подписчики отлично знают, как защитить себя в сезон эпидемии. Зачем нужны маски, если можно воспользоваться противогазом? Все-таки в музее нужно быть внимательнее, а то потеряешь какую-нибудь игрушку, как наш подписчик, а через год обнаружишь ее, как часть экспозиции. И вроде назад уже требовать неприлично. Никита прислал нам эту фотографию, искренне удивляясь, зачем нужно дырявить новый асфальт? Но вообще-то специалисты уверяют, что таким образом они берут пробы для проверки качества дороги. Но лично мне кажется, что они врут. Им просто нравится делать дырки в дороге из вредности. Вот сразу видно, что у Александра, приславшего нам это фото, есть все задатки дизайнера. Только настоящий дизайнер мог превратить дыру в стене в украшение интерьера. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании.